здравствуйте 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 значит посмотрели курс эту вещь да вопросы есть а можно просто вопрос по самому самому выполнению браторных работ там вот написано что нужно предоставлять не только код но и псевдо код то есть нам как-то пытаться сделать какой-то алгоритм до общего алгоритм то есть описать алгоритм еще нужно спасибо и соответственно там выступление посмотрели темы до да скажите просто отвечать мы будем уже средства следующего раза да нет на следующий раз вы еще готовитесь или через раз будете отвечать но это из-за того что этот раз вас гонят на этот мне приказ пришел что вы должны слушать чего-то там это правильно вам такое же было или не было где-то конференция отдельная и нужно будет присутствовать ну вот я том что что-то вас там можно вопрос такой не подключена группа прикладная математика и в то есть и нет не подключены все сейчас все дня нет курса сейчас 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 посмотрим какая группа полное название нпм мд 0 2 20 сейчас я посмотрю так это вот отмечать присутствие ссылка так сейчас 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 Продолжение следует... Да, спасибо, что сказали. Я промахнулся и в другую группу воткнулся. Спасибо. Сейчас я подправлю. Попробуйте сейчас. Да, появился. Да, спасибо. Спасибо. Значит, с курсом тут такая вещь получилась. И вот только вот прямо в сентябре новый формат курса вывели. И поэтому он оказался не всем насыщенный. Раньше вот эти пять лабораторных, они пришли как проекты самостоятельные для студентов. Ну, поэтому вот сейчас получился вот такой не совсем насыщенный курс. Значит, как выбрать номер задания, вы поняли, в проекте? Там, в каждом описании есть список заданий и не под номерами. Под названием написано, как определять номер задания. У вас формула понятна, которая определяет номер задания? Да. Угу. Все хорошо. Значит, взаимная проверка идет у вас. Первая лабораторная вам нужно сдать до 21 ноября. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Дмитрий Сергеевич, извините, здравствуйте. Я вот сейчас прошел по ссылке, которую вы отправили в посещаемость. Ввел свои учетные данные от Microsoft Teams. И у меня здесь на выбор три группы. И она одна и та же, NPMD0220, хотя я... Так, сейчас, спасибо. Ужас какой-то. Все, видите, криво вставилось у меня. Это просто так вставило. Сейчас исправлю. Хорошо, спасибо. 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 Так. так нормально до появилась разные варианты спасибо вот так Продолжение следует... Ну, если вопросов нет, то продолжайте изучать, работать. Со второй парой у вас, как я понимаю, посещение этого лекториума, да? Правильно? Да, нас сняли на школу саммит. Ага. Ну, хорошо. Тогда я отключу звук. Если что, пишите мне. Хорошо? Если вопрос будет. А можно все-таки вопрос? Да, 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 да. По формуле в Туиз. Это номер заданий, которые у нас... Что все поняли. Да, именно... Ну... Я, видимо, пропустила. Вот. Только у нас в отчете какие-то задания. Конечно. Вы открываете лабораторную работу, там N заданий дано. Вам нужно выбрать, выбрать, а какое ваше из них. Вы берете номер своего студенческого билета, полный, по модулю N и прибавляете 1. Все понятно, хорошо. Спасибо. Угу. Спасибо. Угу. Продолжение следует... 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 Дмитрий Сергеевич, когда отключался, он просил писать в чат вопросы. Возможно, он просто сейчас отошел от компьютера. Хорошо, понял. Спасибо большое. Продолжение следует... 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 Там, в принципе, в самих лабораторных сформулирована теория, и по ней ниже задание мы должны будем отправлять отчеты. Первое до 21 числа, и нужно еще выбрать ниже тему для доклада. Понял, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Подскажите по поводу докладов тогда. Там несколько тем, докладов, вернее, несколько пунктов. Мы должны в каждом выбрать или один из всех выбираем, просто одну тему? Одну тему выбираете. Один доклад нужно сделать. Как видите, доклады раскиданы по тематикам. И, соответственно, там написано, когда кончается ответ на вопрос. И после этого на следующей неделе делается доклад. Хорошо, я случайно выбрала, можно один только сделать? Не понял. Я случайно две, ну, по двум темам выбрала, по двум разным. Ну, не надо по двум, да. По двум не надо. А, все хорошо, то я посуду случайно. Только одну. Хорошо. Можно вопрос, а в РЭС там в каждом разделе отмечено, что должен быть доклад? В РЭС размазано, потому что такая форма РЭС. Она идиотская, но мы вынуждены ее так оформлять. Понятно, спасибо. 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 , спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. . . , спасибо. . , спасибо. 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 . Дмитрий Сергеевич. «Дмитрий Сергеевич, простите, а вы тут?» Синнова Аных Greenمة и начинает Можно писать код или можно на любом? На любом. Хорошо, спасибо большое. Продолжение следует... Нет, через одно занятие. Понятно, спасибо. Спасибо. А оператор... Любой главы, правильно? Вы не могли бы повторить? Тему доклада. Мы выбираем из любой главы и одну тему. Или из каждой главы и одну. У вас что-то со связью. Не слышно совершенно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Так, давайте начнем. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...